Привет, интернет! Мои вам поздравления с наступившим 2023 годом! В час ходу продолжает жить уже третий год и несмотря на не очень благоприятный 2022, в котором я осилил всего 5 роликов. Вроде бы еще не был с часом ходу в Гусь-Хрустальном и теперь исправляю это, хотя в 2022 году у меня была довольно длительная прогулка в связи с ковидными ограничениями, но теперь все в прошлом. А приехал я в Хрустальный город за самой главной его достопримечательностью. Гусь-Хрустальный это районный центр Владимирской области в 70 километрах южнее Владимира. Густская волость упоминается в документах 17 века. В 1756 году купцы Мальцовы в урочище Шиворова или Шиворова на реке Гусь начали строительство стекольной мануфактуры, давшей начало известному бренду Гусевской хрустальный завод и название городу Гусь-Хрустальный. Строительство было вызвано необходимостью вывода предприятий из Подмосковья, где правительство запретило стекольные заводы из-за вырубки лесов. В Гусь, в частности, привезли мастеровых из Подможайска. В 1759 году Аким Мальцов запустил второй завод Никулинский, состоявший из двух цехов. После смерти Акима во владение вступила его вдова Мария Васильевна. За 20 лет управления Мария Мальцова основала еще четыре стекольных завода и один цементный. Гусевской хрустальный завод Музей хрусталя, который входит в состав Владимира Суздальского музея-заповедника, находится в Георгиевском соборе. Этот собор построен в 1892-1903 годах на средства Юрия Степановича Нечаева-Мальцова по проекту архитектора Леонтия Бенуа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В советский период купол колокольня и верхняя часть собора снесены, а с 1983 года в здании храма размещен Музей хрусталя. Его-то мы и посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Гусе делали ходовые изделия из простого и цветного стекла с цветочной росписью и золочением. Изделия из хрусталя славились своей алмазной или бриллиантовой гранью. И украшались гравировкой. Выпускались вазы из двух- или трехслойного хрусталя с травлением. На второй всероссийской выставке мануфактурных изделий, проходившей в 1831 году в Москве, гусевский хрусталь был отмечен малой золотой медалью. А через два года мальцовские изделия вышли на мировой рынок. Корректор А.Кулакова В 1835 году Иван Мальцов, будучи за границей, в свите Николая I, изучал работу чешских фабрик, выпускавших богемское стекло. Закупил образцы производства, приобрел рецепты изготовления и вскоре гусевский завод освоил технологию изготовления богемских изделий. В 1880 году Иван Мальцов умер. После его смерти завод перешел к одному из племянников, Юрию Степановичу Нечаеву Мальцову. В этот период гусевский хрустальный завод производил около четверти всех стеклянных изделий Владимирской губернии. В 1884 году на нем работало 744 человека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 1981 году гусь хрустальный награжден Орденом Знак Почета за успехи в развитии отечественной стекольной промышленности и вклад в развитие народного хозяйства. Гусевский хрустальный завод является крупнейшим отечественным предприятием по производству художественного стекла и хрусталя. В 1996 году город гусь хрустальный был удостоен международного приза «Золотой Меркурий» за сохранение историко-архитектурного облика города. Субтитры создавал DimaTorzok В 1904 году храм освящен в честь святого Георгия Победоносца и украшен по проекту художника Виктора Воснецова. «Страшный суд и мозаика о тебе радуется благодатная, выполненная петербургским мастером-мозаичистом Владимиром Фроловым, частично сохранилась до нашего времени». «Страшный суд и мозаика» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В домашнем быту в это время стеклянная посуда почти не употреблялась из-за ее редкости Наряду с казенными, измайловским и петербургским заводами возникают частные предприятия, изготавливавшие бытовую посуду Среди них был известен завод Василия Мальцова в Можайском уезде Субтитры создавал DimaTorzok Старинный дедушкин самовар это еще одна выставка в музее Хрусталя, которую нам удалось посмотреть Посудный царь, свадебный генерал, так уважительно называл народ самовары В старину без самовара дом не дом Придет ли неожиданно родной или дорожный человек на проводах или после бани, с холоду, на праздниках, с радостью или с расстройством, к пирогам, просто чтобы воду нагреть Обязательно самовар раздували Чаепитие у самовара приобрело в России характер национального обычая Вот почему так много изобретательности и таланта вложили мастера в самовары Разнообразные фасоны самоваров Вазы, банки, рюмки, репки, дули Сказочная фантазия в их декоративном оформлении Многие самовары – настоящие произведения прикладного искусства На выставке представлено 300 экспонатов конца 19-го начала 20-го веков Из собрания Владимира Суздальского музея-заповедника Это 60 самоваров разнообразных фасонов Предметы чайного стола, чашки с блюдцами Чайные стаканы, сухарницы, вазы для варенья, молочники, конфетницы Банки и коробки для хранения чая Произведения живописи Воспроизведенные изображения рекламы чая И прескуранта самоварной фабрики Баташова в Туле Материалы для изготовления самоваров использовали разные В ранний период это была медь С 1880-х годов латунь и никелированная латунь А еще накладное серебро из плава серебра и меди В начале 20-го века начали появляться самовары, работающие на других видах топлива Например, спиртовой самовар фирмы Norblin & Co Внутри находилась не труба жаровня, а две полые трубки Одна из которых выводилась наружу для соединения с резервуаром для спирта Такой самовар можно было ставить даже в комнатах Потому что сгорание спирта не давало ни дыма, ни запаха Но использование спиртовых самоваров было редким Слишком дорогое получалось топливо Еще были самовары керосиновые Их выпускала тульская фабрика Берта Тейле и сыновья Этот самовар напоминал керосиновую лампу Кстати говоря, после революции Владелец небольшой тульской фабрики Василий Полосатов Добавил к самовару стеклянный колпак Который можно было надевать вместо самоварного корпуса И получился прибор два в одном Либо самовар, либо керосиновая лампа Самовары родились вовсе не в России Первый прообраз подобного устройства для нагревания воды с сосудом и трубкой Сделан в древнем Китае Такой прибор назывался ХОГО И существовал уже полторы тысячи лет назад Самоварам из глины вообще более трех с половиной тысяч лет Подобные были найдены в Азербайджане при раскопках На Руси самовары появились в конце 1730-х годов на Урале, где была развита металлодобыча Первопроходцами в самоварном деле стали Демидовы Слово самовар впервые было упомянуто в документах 1740-го года, когда екатеринбургские таможенники, перечисляя изъятые товары, упомянули самовар медный, луженый, весом в 16 фунтов Постепенно самовары стали производить и в Туле, и в других городах Многие города завели производство, и в разных городах самовары миновали по-разному В Курске это был Самокипец, в Ярославле Самогар, а на Вятке Самогрей В наше время самовар остается символом добра, уюта и семейного благополучия Подарить его или поставить на стол для чаепития, это значит показать доброту и широту своей души Самовар всегда останется обязательным атрибутом русского гостеприимства Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Курске! Добро пожаловать в Курске! Вот таким интересным предстал передо мной хрустальный город в новогодние каникулы нового уже 2023 года С Новым годом! Счастья и удачи! Добро пожаловать в Курске! Добро пожаловать в Курске!